здравствуйте это программа 8 вкусов прямо сейчас готовьте вместе с нами ведь это вкусно полезно и интересно а наш гость сегодня максим павлов балетмейстер максим привет я так понимаю что танец для тебя это в прямом смысле жизнь да конечно я связался с этим свою жизнь поэтому можно полностью поговорить сколько лет ты уже танцуешь ну я начал с трех лет получается уже но около 20 лет всю жизнь как я и сказала собственно а почему так получилось что в три года так рано ты начал танцевал балетмейстер тоже постановщик она в городе владивостоке и как она мне кажется у любой семьи не было времени сидеть ребенком и набрала себя меня точнее к себе на работу просто коврик положила я посмотрел повторял и так вот в течение времени все больше 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 стало увлекаться то есть я так понимаю что вы даже себя в других профессиях у меня есть на нынешний момент два лучших моих друга и они поступили в военную структуру и я думаю нет абсолютно нет и я думал то что если не получится в искусстве то я пойду к своим друзьям мне кажется в эту военную студию но тем не менее ты окончил санкт-петербургский гуманитарный университет профсоюзов отдела народная художественная культура и по профессии ты болит вместе болит вместе как у тебя и представили собственно у тебя есть любимое блюдо честно нету я в принципе наслаждаюсь блюдо место на вкусное прямо от любимого нет но я думаю что мидии морепродукты вообще будучи владивостокцем коренным ты точно любишь конечно сегодня шеф-повар роман леньков приготовил для нас мидии том-ям я предлагаю не терять времени даром брать перчатки надевать их и собственно пробовать это замечательное дальневосточное блюдо ты сейчас пока здесь отдыхаешь до во время данного сложного кризисного состояния у нашей страны я решил что будет грамотно прилететь домой провести время с друзьями и поэтому я знаю что ты не просто так отдыхаешь во Владивостоке ты также занимаешься различными проектами конечно да в скором времени вы их увидите будет на колене мол ну что дегустируем да вполне вкусно очень вкусно просто божественно просто в санкт-петербурге в питере да и в принципе да в столице морепродукты такая ценность которая стоит достаточно дорого и конечно во вкусовым особенностям все абсолютно по-другому проигрывает сто процентов и я допустим в питере морепродукты вообще не так как тебе питерское море скучаешь по дальневосточному да я с течением времени я уже сейчас я живу в питере я конечно когда возвращаюсь в воде истоке стал больше замечать что такое родится у моря и жить рядом с морем конечно абсолютно другое состояние вкусно не успела съесть пока максим говорю блюдо действительно потрясающе азиатская легкая летняя я предлагаю пока мы готовимся к приготовлению нашего главного блюда посмотреть как роман линьков готовил мидии том я мало кто из жителей и гостей нашего города у моря не слышал о мидии кафе мидия это ни на кого не похожий интерьер интересное название яркая эмоциональная команда много-много деталей и просто идеальное место для ваших фото мидия готова удивлять не только своим внешним видом ее авторские напитки и блюда кухни вы не попробуйте больше нигде здесь каждый найдет свое оригинальное и потрясающе вкусное мидия любовь с первого взгляда здравствуйте меня зовут роман я шеф-повар самого необычного кафе в городе владивосток под названием мидия сегодня мы с вами как раз таки и будем готовить наши замечательные мидии я расскажу как это происходит что для этого понадобится и расскажу кое-какие секреты приготовления для приготовления мидии мидии будем готовить в соусе том-ям нам понадобятся сливки сами конечно же мидии лист лайма там ямпаста куриный бульон сливочное масло и сахар ставим огонь на среднюю такую температуру выкладываем наше сливочное масло немного его растопим но не будем делать именно топленая масса нам нужно чтобы просто она разошлось погружаем наши мидии можем прибавить огонь на более сильный периодически нужно все будет помешивать после того как наши мидии насытили сливочной массу нам нужно добавить куриный бульон подождем некоторое время чтобы наш бульон закипел и начинал уже выпариваться мидии сам продукт он многим кажется безвкусные вот для этого к ним делают обычно очень такие сильные соуса наш бульон уже закипел мы можем добавить лист лайма и добавить нашу том-ям пасту около 15 грамм добавить это в бульон и размешать том-ям на 1 самый распространенный суп у нас или соус который вообще можно придумать и интерпретации очень много вот наша том-ям паста теперь разошлась уже в бульоне мы добавляем сливки около 100 грамм также остроту можно регулировать количество он том-ям пасты можно добавить больше можно добавить меньше и в конце нам остается добавить наш сахар чтобы сбить лишнюю кислоту убавить огонь на средний и потомить наши мидии около трех минут а соус уже выпарился поэтому наши мидии готовы остается только выложить нашу тарелку для подачи и съесть так складываем мидии количество соуса также можно регулировать можно абсолютно разные объемы делать кто-то любит больше соуса кто-то меньше но наша самая главная задача насытить их вкусом удалось при сервировки также выкладываю сначала мидии потом заливают оставшийся соус чтобы он смог попасть в каждую ракушку украшаем также нашими листьями лайма они дадут лишний аромат очень прекрасно нашему блюду наше блюдо готово всем приятного аппетита время всегда вкусно продукция собственного производства реми салаты фастфуд и кулинария со скидкой 40 процентов с 8 часов вечера и до закрытия магазина итак уникальный случай впервые в истории проекта 8 вкусов мы будем готовить выпечку а именно банановый кейк верно роман да я напоминаю что наш партнер сеть супермаркетов доступных цен реми предоставила нам сегодня продукты роман какие-то продукты что нам понадобится продукты такие как банан сливки разрыхлитель грецкий орех и мука то есть такой стандартный в принципе набор для приготовления теста и вообще принципе такой набор должен быть у каждого дома но поэтому без этого никуда ну что рассказывайте с чего мы будем начинать и можете давать нам с максимом задание нам нужно сначала смешать сухие ингредиенты а не смешайте пожалуйста муку сахар в одной чашке соду соль и разрыхлитель вам достаёт самая главная миссия это почистить бананы от кожуры и нужно их пюрировать то есть музыка размять руками вилкой это не совсем не важно вот максим почистить бананы конечно сделать из этого пюре ему понадобится 3 яйца куриных и растительное масло это все нужно будет замешать вместе с нашим банановым пюре и также хватит буквально половинки лимона который нужно будет отжать и тоже туда добавить самый главный вопрос моя девушка говорит что бананы нужно от вот этого без зулины очищать надо очищать обижать надо ее там нет по моему на самом деле да это тоже такой некий миф да можно жить и пожалуйста для моей девушки банан бананы можно от вот этой вот штуки как сказал максим не очищать вот максим у меня к тебе пока мы в процессе вопрос я конечно очень хочу в первую очередь попросить тебе рассказать об участии танцевальном проекте dance революция на первом канале как все происходило как ты решился туда пойти в общем нам интересны все подробности рассказывай эту историю правда было все очень спонтанно мой друг в санкт-петербурге мы делали мастер-класс и он говорит давай свои документы давай все свои данные он скажем так не спросив меня давайте мы пойдем с тобой на этот телепроект вот и все этом так оказалось то есть я был как бы и на тнт на танцах на тнт и надо революция первом канале конечно разница чувствуется мне на первом канале понравилось намного больше потому что со стороны какого-то профессионального подхода мне было комфортнее как ныть по участнику как человеку потом находится а что конкретно ты имеешь ввиду в чем было комфортно и дать люди с которыми мы сотрудничали работали мне наверное еще повезло потому что я со многими своими коллегами скажем так по искусству работал люба говорили с никита горбунов собственно это тот полуфинал который стал для нас финальным но скажем так мы остались непобежденными потому что мы сделали красоту люди это оценили а для каждого конечно хорошим быть не будешь поэтому к сожалению алла сигала не допустила нас до финала хотя у нас было что показать ну я хочу сказать что приняли тебя очень воодушевленно не всегда так сразу мы старались мы старались скорее всего опять же повезло потому что со стороны работы мы с любой с никитой знакомы наш хореограф был алексей арапов это тоже друг с которым мы часто встречаемся на мероприятиях то есть максимальный комфорт со стороны работы был ну удивительный ты сказал что ты танцуешь самого детства с трех лет можно сказать да сегодня ну насколько я могу наблюдать может быть я не права если если так то скажи очень меняются танцевальные тенденции вот расскажи что сегодня максимально актуально или может быть ты видишь в себе какое-то новое даже могу сказать так тик ток я не воспринимаю прошу прощения для меня это не хореография как бы я выучился в питере в санкт-петербургском гуманитарном университете профсоюзов на балетмейстера и то есть со стороны искусства это может быть немного другое подходит потому что много людей которые делают именно со стороны своего да как бы сферы деятельности там хореография или эта музыка на другом уровне не со стороны простоты а именно с подхода именно образование я понимаю выходи сказать что профессионализм обесценивается да конечно потому что становится очень простые движения очень такие лайтовые это вы думаешь боже это же даже не танцы а люди там набирают 3 миллиона просмотров 4 миллиона если ты покажешь в тик токи действительно и ты и другие профессиональные танцоры я ответил на это не получаю удовольствие это уже будет нечестно а что делать мне я могу может быть и разрезать лимон пока как я режу аккуратно на половину половину да и вот эту прям половинку нужно будет обратно выжать в эту смесь нашел максим вообще на сколько часто ты вот участвуешь в различных танцевальных проектах мы знаем самые громкие да это танцы и dance революция может быть ты принимал части в каких-то еще и насколько тебе это нравится не нравится ну понятно что это всегда интересный опыт и это полезно но вот с точки зрения рациональности может быть какой-то я не знаю желание сил хватает был украинский проект танцуют все я прошел кастинг но туда не поехал опять же по определенным политическим причинам в тот момент это было я перемешиваю премьером до выдавливаешь что-то судьи борьбе на вместе берем по политическим соображениям в то время было не особо целесообразно ехать в ту сторону ну понятно и поэтому вот это тоже нет это не все с тобой достаточно и это я перемешиваю прям хорошо так тщательно перемешать вот и по определенным политическим соображениям было нельзя ту сторону собственно двигаются и как бы у меня еще был выпуск в университете я решил что получить образование для меня сейчас будет намного важнее ежели до есть гнаться за определенной славой самый такой проект на котором я сейчас больше всего работаю это свой проект это творческое объединение the pride расскажи вам интересно очень это ребята абсолютно разные личности которые работают в разных сферах деятельности но эти сферы очень смежно дается фото производства видео продакшен музыкальная индустрия и хореография и то есть мы друг за друга держимся и помогаем и тянем друг друга даже за определенную работу то есть у нас за последнее время было одно из самых крупных на что мы делали мы поработали с лейблом black star у певицы на зимы мы снялись в ее работе вот поработали с группой m-band вот успели в вега сити холле тоже было невероятно круто и интересно со стороны доверия ребят то как они к нам отнеслись рома стал желание или шанс так сейчас я проверю все достаточно нашу жидкую часть переливаем сухую и также все это венчиком потом размешиваем мы потихоньку начинаем развиваться то есть мы начинаем свое начало в принципе она была создана в петербурге и сейчас потихоньку мы затрагиваем город волгивосток москву и ну то есть планов конечно огромное количество с которым можно в дальнейшем работать то есть я правильно поняла у вас некая коллаборация где из творческих людей до людей творческих профессий именно профессионалов подчеркну которые помогают друг другу каждый в том в чем в своей сфере да в какой-то конечный с артистами работаем есть такой артист юра семеняк очень интересный и в своем роде такой мне кажется индивидуальный катя драматик тоже мы с ней сотрудничали ну вот так слышал анастасия айси из телепроекта песни на тнт паша руденко тоже спец на тнт ну то есть достаточное количество людей с кем можно посотрудничать и интересные вещи делают вот мы наверно больше за качество нам интересно то есть мы пытаемся не кричать а просто делать но во первых еще один из интересных факторов в команде в творческом объединении у нас достаточно разные национальности то есть это получается межнациональное такое сообщество то есть есть афроамериканки есть девушки из арабских эмиратов из казахстана да то есть россии и из-за того что люди индивидуальны подход к этому тоже становится индивидуальной и когда они работают вместе это настолько интересно конечно бывают свои сложности бывают свои недопонимания тем более когда ты являешься мужчиной среди такого количества девушек это порой очень сложно бывает выставить потому что амбитий много интересных вещей много хочется всем угодить вот а про бывает очень сложно теперь наше последнее стадии остается это это нужно будет нарезать орехи вот грецкие прям можете резать ну крупно мелко вообще без разницы просто все высыпаем орехи не резал вот придется попробовать такой вопрос просто прям да 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 прям режем по приготовлению мы видим здесь такие как фракции небольшие комочки это не страшно нет это наоборот есть шарм да у этом я так и подумал чувствовали банан его вот эту текстуру все вот приблизительно вот такой крупности и вот хорошо максим ты сказал что вы сейчас старайтесь расширять свою географию команды the pride и затронул владивосток также расскажи где можно тебя сейчас увидеть с вашими с вашими ребятами либо позже сейчас ты пока во владивостоке как все понимают где можно посмотреть твои выступления мы допустим сотрудничаем с компанией аксессуаров называется мастерская то есть ребята недавно открылись в колине мол и мы вместе с ними через искусство делаем но такую достаточно интересную рекламу это в тот момент когда реклама не просто ради рекламы а уже в совокупности с определенным искусством вот мы также сотрудничали с одеждой до 86 тоже достаточно интересный подход был нам понравился стороны работы в скором времени у нас будет сотрудничество с кофе лайк вот это тоже мне кажется для нас очень интересный подход потому что мне нравится что здесь есть люди которые чего-то хотят то есть я правда от этого получаю удовольствие в принципе да куда не приедет неважно какой-то город москва и питер владивосток казань всегда есть люди которые чего-то хотят если ты их находишь конечно с ними интересно сейчас работает насколько сильное сегодня танцевальное сообщество владивостока владивостоке больная тема на самом деле у нас есть танцоры которые действительно очень хорошо но делают свое дело на просто скорее всего из-за того что долго считалось то что владивосток это очень далекий до скажем сектора там центральной россии такое отношение у нас было до независимо от того да если мы даже берем хореографию у нас в принципе любая сфера деятельности естественно не считая там то что это город порту море да то есть все остальное в этом плане это было то что мы владивосток как бы мы особо даже если будем кричать нас не далеко сложно сквозь стерни а тут услышали и когда услышали люди этого так немножко испугались еще тоже снова зажались как бы это психология но у нас очень много со стороны фристайла вот плане хореографии говорю есть свои ребята кто делают действительно большой уровень даже которые там работают с netflix работают вот в востоке люди которые работают с netflix люди которые летают в америку снимать клипы но это тоже такие единичные люди я даже которых много мало кто знает на самом деле поэтому как бы они есть везде вот ты пытаешься их найти по сотрудничать поработать я немножко затрагивала тему уже танцевального жанра стиля сегодня да мы как-то ушли в сторону тик ток но это тоже интересная тема а тем не менее мне бы хотелось чтобы ты рассказал какие тенденции сегодня наиболее актуальны танцевальные пару лет назад это был контемпорари насколько я знаю но это скорее потому что для россии это было интересно сейчас из-за того что зритель начинает очень много всего смотреть то же самое танцы на тнт dance revolution до любой танцевальный проект маска который был очень классный проект ну правда не ты бы это было интересно посмотреть и сейчас зритель намного стал образованием то есть мы понимаем что если человек танцует это дает движение он чувствует стилистику то есть уже просто так не обманешь а раньше можно было сказать что я танцую контемпорари делать вообще абсолютно другое тебя вода правда это дело похоже на это но опять же видите кто как этому относится то есть можно много раз делать там хореографию на разные треки и люди в это будет говорить что вау ты такой классный я допустим к этому давно ну как бы я отошел от этого потому что у меня были такие преподаватели тарандрия олегович алина юрченко там со стороны хореографии более до такого культурного масштаба этом татьяна тарабанова это абсолютно другой уровень абсолютно другое восприятие если допустим на мастер-класса танцев на тнт ребят к ребятам ходит 200-300 человек кто когда привозят настоящих людей кто двигает эту индустрию туда ходит 20 человек и ты произведешь с вопросом как так но как бы до этого не докричается к этому люди либо приходят либо не приходит и поэтому модный хип-хоп модно там при самой кей-поп да потому что азия сейчас очень сильно влияет на все вообще подростковое поколение которое собственно начинает это все двигать но как бы лично для меня это не то потому что вопрос да конечно смотрите есть такой момент у всего есть да ну какая-то классика да там жанра сейчас мы такие уже в двадцать первом веке и мне кажется все думают уже многие люди что уже все придумано и вот как происходит что-то новое да вот допустим так сказать революционное движение как потом майкл джексона лунная походка и все знают да есть вот какие-то сейчас атрибуты которого также выделяются или придумываются на луну походку майкл джексон не придумал он грамотно проверь не дадут но не правда очень грамотно и использовал действительно ассоциация с майклом джексоном то лунная походка также как если там да и вот есть революционное движение вот именно вот в этой сфере ну типа запоминающийся вот на самом деле меняется называется хайповое движение да опять же затрагивает увечься и тик ток и инстаграм и вот кто-то сделал кому-то понравилось и знаешь как правило это вот люди у которых есть огромное количество подписчиков вот они сделали что-то и другие ими зависимо до того не блин это классно и все так и начинает разлетается как правило сарафанное радио в этом плане но работает намного лучше ежели даже знаешь какое-то вирусное там не знают то же самое движение мы нарезали наши орехи и теперь нужно смешать все с основной массой я закидываю вы перемешиваете окей я могу резать банан начало нужно почистить вот возьмем нашу формочку такой аромат приятный бананом свежий за такая тропическая даже нет действительно я режу именно да смотрите тут можно подойти как мы можем разрядить его вдоль да и нам на украшение понадобятся такие вот мы частички возьмем да вот такие вот это мы будем вставлять сверху на наши кейки вот так что нарежьте пони до конца и первый второй правильно да да так смотрите дальше задача это разлить его да то есть берете ложку и вот так вот выкладываем наши формочки его то есть примерно вот так побольше побольше конечно приблизительно вот столичку мы укладываем процентов 20 составляем верхушки потому что он поднимется хорошо промя готов все отлично сейчас мы разлилём по формам наш хлеб наш кейт правильно сказать и украшу сверху банан то есть вот таким вот путем мы выложим банан на него и также банан нужно будет присыпать сахаром чтобы закрометировать и сколько примерно мы будем выпекать наши кейки выпекать мы будем 20 минут при температуре 160 градусов они идеально дойдут пока наши кейки будут выпекаться мы сделаем шоколадный соус выкладываем ты же хотел научиться для девушки готовить хорошо о да любимая ради тебя да вот это не так просто кидай кидай быстрее все 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 рома сказал ни в коем случае не накосячить я уважаю романа потому что он учит меня делать кейки ты часто готовишь максим да мне очень нравится да я последнее время нахожусь на правильном питании это в основном мясо я отказался от свинины я сейчас я вам только птицу кролика диетическое мясо конечно я больше наверное сейчас получаю удовольствие именно от правильного питания потому что к этому мне тоже кажется нужно прийти чтобы не спешить вообще для танцоров ну я так понимаю конечно важно питание потому что нужно быть всегда в форме это понятно несмотря на то что вы тратите огромное количество энергии калорий но тем не менее я так понимаю что эластичность мышц да она в том числе зависит от питания в любом случае питание зависит но как для человека для нашего здоровья с вами конечно поэтому правильное питание конечно когда ты следишь за своим телом понимаешь какие витамины ему нужно что она требует в данный момент да и вообще да для тебя лично потому что даже подходит максимально индивидуальный ром я очень боюсь но вы не бойтесь все очень красиво максим ты даже нигде посмотрение не так вот еще раз не очень мимо одно вот и поэтому конечно для танцора до принципе как для человека мы включаем очень большой доход и выкладываем наши бананчики наши бананчики да хорошо скажете вот сверху посыпаем сахаром их вот так давайте я буду посыпать именно на банану на посыпать только на банан слышали только на банан иначе роман накажет иначе сахар просто останется сверху на шапке кейков это будет очень эстетично выглядеть и не очень приятно кейки готовы да судя по запаху но еще не совсем что мы должны сделать последний и так кейки мы уже испекли остается их только нам украсить сделать им шоколадный соус нам для этого понадобится поставить водяную баню поставили набираем сотейник немного воды включаем сильный огонь наша вода должна немного немного вскипать где-то на температуре 80 градусов но точнее вскипание но уже будет жар в нашу чашку мы перекладываем шоколад у тебя какой-то специальный шоколад но мы можем использовать также можно взять абсолютно любой можно взять плитку шоколада там неважно купить можно хоть белый любой но самое идеальное подходит это молочный шоколад поэтому мы взяли его вот так же понадобится сливки мы берем 33 процента это кондитерские сливки для вот таких вот историй именно шоколадных соусов но ни в коем случае не десятипроцентные потому что с ними лучше кофе пить слишком же года также наш скейки можно как бы есть без этого соуса абсолютно они достаточно самостоятельные такие у нас ребята калорийненькие да вот это просто моя подача от этого всего поэтому ставим шоколад максим перемешивайте я буду вливать наши сливки он должен превратиться в такую массу шоколадную снимаем да и переключаем ставь на доску и вот размешать шоколад у него сейчас температура достаточно чтобы он разошелся тот момент когда ты правша но делаешь по левой рукой а я левша я слышал что это развивает мозг и шоколад мозг развивает да а банан развиваемся вот теперь наш шоколад разошелся мы можем вливать сливки но вообще французы предпочитают мешать именно по часовой стрелке если ты мешаешь против часовой то тебя выгонят с кухни а почему это у них такие обряды традиции их больше ритуал а не какая-то да да это эстетика есть на кухне есть определенная эстетика и вот ее надо соблюдать же нателла а далее что нам нужно мы будем подавать это вот так мы сделаем такие вот истории вытащим наш хлеб кукейки наши через какое время лучше их вытаскивать я так понимаю не прямо сразу как они немного остудить вот такие вот они получились такие сочные перед употреблением можно по всякому есть можно размешивать можно все шоколад подчеркнет вкус банана и грецкого ореха идеальное сочетание ну что будем пробовать наше супер калорийное блюдо вода к максим и ты приготовил я не могу без романа время всегда вкусно продукция собственного производства реми салаты фастфуд и кулинария со скидкой 40 процентов с 8 часов вечера и до закрытия магазина реми всегда выгодна ну что пробуем да у нас такая вот как вы сказали получилась некая нутелла как это вообще нужно кушать пробовать берем шоколад наш да и вот накалываем принципе и вот так вот употребляем где есть где есть и бесполезно я представляю что моя девушка очень вкусно грамм еще постоит много остынет тоже у него такой другой вкус начинает разыгрываться вот очень вкусно сочетание банана и грецкого ореха ром спасибо тебе огромное за этот рецепт я думаю максим обязательно удивить свою девушку а я напоминаю что это была программа 8 вкусов готовьте вместе с нами это будет вкусно полезно и интересно пока пока